следующий этап это мы сейчас будем делать плечики для этого нужно вот так вот соединить все стоечки и делать немножечко с уклоном внутрь и трубочки у меня подсохли немножко пока я плела ручки ничего страшного сейчас я поменяю но более увлажненные и работа пойдет значительно легче на этом этапе нужно придавить место где мы вставляли трубочки для рук и сейчас вот так вот наклоняя наши стоечки я буду плести плечики вот опять я дошла до ручки ах как сказано хорошо то что то ручки с этим плетением не только до ручки дойдешь так вот так вот плотненько и вот так я буду по кругу вот сейчас наклонять вот эти стоечки про плету немножко несколько рядов и потом я буду уменьшать количество стоечек я проплела буквально 3 рядочка над ручкой в этом месте надо так вот придавливать чтобы ровненько шло потому что там трубочку мы вставляли соответственно поднимается плетение и и теперь я через одну буду срезать для этого я возьму другой секатор ой кстати говоря девочки мой секатор видите что с ним случилось я пока не вынимаю пружинку подходящую я не нашла я уже рассказывал этот секатор был самый первый я его нашла выложила в инстаграме девочки находка прям замечательная пользуйтесь он уже повидал виды у меня он весь в клею в краске в чем он только не бывает я уже и мыла его и все что угодно днела делала но вот такая вот неприятность случилось сломалась пружинка насторожил у меня еще один конечно есть и ну и тогда когда покупала этот я покупала еще вот такой секатор я его тогда не выложила ничего особенного в нем нет он тоже называется секатор для цветов но он более мощный хочу сказать меня часто спрашивают что за секаторами вы пользуетесь я хочу сказать что я смотрела в обычных садовых магазинах обычные простые секаторы не обязательно в леруа покупать вот такой как вот этот они ничем не хуже очень удобно ложатся в руку но я думаю срок годности также будет ограничен как и здесь сейчас нужно найти вот такую пружинку мне пока нигде не попалась где ее взять понятия не имею ну вот такая вот неприятный со мной случилось ну и так вот этот более мощный именно вот для стоечек я и только им обрезаю вот такие вот твой толстые и сухие и через один я убираю стоечку здесь будут потом находиться волосы так что если где-то что-то чуть-чуть не ровненько не страшно видно не будет но мы все равно стараемся сделать максимально аккуратненько когда при зависит так вот придавливаем немножечко чтобы она пониже обрезалась вот моя первая трубочка очень удачно у меня получилось через одну оба немножечко царапнула сторону и тут тем же самым способом вот так вот наклоняя вперед вот эти места я пойду сейчас просто кисточкой пройдусь и потом даже если не сильно плотно при ляжет трубочка она таки таки хочет подпрыгнуть не будет видно вот этой белизны это просто кисточкой замазала его уже не видно вот этого среза и дальше плиту вот так наклоняем вот так вот руки пачкаются и вот таким образом вот так вот наклоняя трубочки я проплету еще несколько рядочков прям вот сильно буду наклонять плечи же у нас идут вот так значит вот так я и буду наклонять я проплела 6 рядочков от ручки все время вот так вот руками оно вот с таким закруглением вот так вот выглядит и сейчас я поменяю вот эти стоечки бордовые вот эти на такого телесного цвета светло-светло-бежевые это будем делать уже голову я обрежу приказ приклею как всегда обычно я вставлю и про плиту буквально еще два рядочка на уменьшение очень удобно лежа это вот сделать мне вообще как бы не совсем удобно потому что передо мной камера стоит вот так вот я это буду делать просто покажу одну штучку сделаю без камеры это все вот так вот два рядочка будет для того нужны чтобы вот это место склейки не было видно вот находится место склейки где-то ниже где-то чуть-чуть повыше именно вот для этого я вот это и делаю проплетаю два рядочка выглядит моя конструкция сейчас с трубочками уже приготовленными для приготовленными для лица головы аккуратненько вот здесь все так же наклоняя внутрь проплетаю два рядочка не забываем ставить даже когда меняем трубочки не забываем ставить метить пометить трубочку с которой мы начали стоечку вот тоже я один рядочек прошла и уже перехода не видно все аккуратненько итак я дошла до первой своей трубочки которые у меня помечены и я меняю трубочки на бежевый цвет я поменяю проплету еще один рядочек и буду уже как сказать выводить или делать ровное поднятие трубочек вверх уже непосредственно на для лица все время так вот выравниваем руками чтобы круг так приходится вынимать по одной нужной трубочки ничего страшно и все также с наклоном внутрь вот так вот вот так вот как я проплела один рядочек и теперь чтобы ровненько была голова формы у меня никакой нет и я нашла вот такой вот способ я беру рекламные журналы не буду говорить какие из магазина на букву и вот так вот аккуратненько разъединяя вот эти трубочки вставляю его внутрь она ложится ровненько за счет вот этого такого плавного оборота вокруг вот так вот разъединяю теперь у меня стоечки все стоят вверх больше не ложатся я их ровненько все разровняю и по плиту если кому-то здесь надо пошире можно было раньше начать вот так же поднять стоечки вверх а я по плиту сейчас посмотрю познеча сколько у меня сантиметров хорошо 8 сантиметров семь с половиной восемь где-то так вот но этот у меня цвета бордо немножечко повыше получился такой председатель поэтому может будет смысл сделать и головку повыше я вот сейчас начну проплетать и буду видеть уже по ходу плетения и точно так же дальше по кругу плиту и делаю голову я проплела 7 сантиметров и я вижу что этого вполне хватит так вот у меня выглядит я хочу сказать что когда я только начинала плести домовых это было давно где-то 17 18 год наверное я делала круглую головку как и положено но потом после того как украшается домовой делаются волосы борода вообще нет смысла делать круглый все равно его не видно поэтому я потихонечку постепенно перешла вот на такую голову и в принципе никакой разницы с теми где были кругленькие я не вижу а сейчас я понимаю журналы они мне больше не нужны и буду делать загибку обрежу рабочие трубочки которыми я клевала просто вставляю их возле стоечек стоечек теперь я своим же методом любимым сделаю самую простую загибку особо большой нам здесь не нужно потому что будет одеваться еще шляпа выравниваем чтобы внутрь не шло немножко не видно было ну я просто каждую стоечку за другую загнула теперь эту загибку я уже показывала две стоечки остаются снизу в длину и возле 3 обрезаем также раздвигаю ножничками капельку клея и вставляю туда следующее уже идет по рисунку ножничками раздвигаю капельку клея и вставляю загибка очень простая можно через одну сделать не обязательно через две стойки как я и и и и и и и и и очень надежно не выскакивает и за счет клея приклеивается две все время снизу а эту подклеиваем возле стоечки ну и так до конца как делать такую загибку я уже выкладывала у меня есть видео на канале так и называется лег как закончить плетение легкая загибка 2 2 последние трубочки раз вот это вторая уже будет здесь стоечка значит мы вот так вот сюда здесь как бы даже и просится вот она калочка это а если делать не через две стоечки через одну вообще нет проблем и раз и все зашла и ее сразу видно куда если здесь была значит вот следующая дырочка ее прямо видно очень простая удобная практичная самое главное очень практично не выскальзывает не собьешься не ломать коробу все вот я возьму шляпу пусть меча ну чтоб чуть великовато ну так вот здесь будет шляпка все домовой полуфабрикат готов осталось сделать нам бороду волосы и шляпу ну конечно приклеить глазки ну и декор какой кому нравится на этом я прощаюсь в третьей части будем доводить до конца нашу работу и делать все то что я сказала на этом пока пока если нравится присоединяйтесь подписывайтесь будем плести вместе